Музыка Музыка Итак, дорогие друзья, компания гражданские самолеты Сухого приветствует вас на международном авиакосмическом салоне МАХ-2019 и представляет модернизированный самолет Суперджет-100 с новыми горизонтальными законцовками крыла, обеспечивающими повышенное аэродинамическое качество и более низкие топливные расходы Обратите внимание на короткий разбег И Суперджет выполнил энергичный взлет После чего стремительно набирает высоту Управление самолетом происходит в основном режиме Normal Mode В этом режиме система управления стабилизатором, тримирование, защита от превышения угла крена Атаки и сваливание работают в автоматическом режиме, обеспечивая требуемые характеристики безопасности полета и высокие пилотажные качества Задача пилота выдерживать заданный режим, ориентируясь на показатели приборов и оборудования Так называемый правый виток выполняет сейчас Суперджет А повышенная тяга двигателей улучшает взлетные характеристики самолета Предоставляя авиакомпаниям-эксплотантам новые возможности Самолет, кстати, оснащен двигателями СМ-146, которые производятся совместно Российской объединенной двигательной строительной корпорацией и французской группой САПРА Такие характеристики самолета Суперджет-100 могут быть особенно интересны заказчикам для выполнения полетов с высокого города Каэродрома Производитель Супого Суперджет-100, компания гражданские самолеты Супого Основными направлениями деятельности ГСС является разработка, сертификация и производство самолетов гражданского назначения, а также маркетинг, продажи и послепродажное обслуживание И сейчас для вас в небе на самолете Суперджет-100 командир воздушного судна, дослуженный летчик-испытатель России Леонид Чекунов Первый заместитель начальника летной службы на летной испытательной работе с 1993 года Второй пилот-летчик-испытатель Роман Худков, командир отряда, ведущий инженер-испытатель Анатолий Нестеров И, внимание, проход для приветствия, покачивания крылом Суперджет приветствует всех гостей и участников авиасалона МАКС Впервые гражданский самолет российского производства был представлен публике в сентябре 2007 года Твой первый полет состоялся у него 19 мая 2008 года в Комсомольске на Амуре А первый коммерческий вылет уже с пассажирами на борту по маршруту Гереван-Тбилиси 21 апреля 2011 года В проектировании и производстве самолета использованы новейшие технологии в области аэродинамики, силовой установки и систем самолета Это обеспечивает высокий уровень эксплуатационной эффективности и надежности воздушного судна Суперджет 100 оборудован метеолокатором показывает пилотам в реальном времени не только метеорологическую обстановку на маршруте полета Но и зоны турбулентности атмосферы Эксплуатация возможна в широком спектре климатических условий района базирования при температурах от минус 54 до плюс 45 градусов по Цельсию И теперь с другой стороны проход И мы также ожидаем приветствия сверху экипажа самолета Супой Суперджет 100 Всех гостей и участников авиасалона МАКС Сейчас хорошо видно, обратите внимание, самолет с новыми заканцовками крыла Он представлен в корпоративной ливреи компании гражданские самолеты Супого Кстати говоря, в этом году здесь на МАКСе на статической экспозиции представлен Суперджет в ливреи российской авиакомпании Аэрофлот Это крупнейший эксплуатант самолета, в парке которого в настоящий момент находится 49 воздушных судов этого типа Под состоянием на сегодня эксплуатации в России за рубежом находится 139 воздушных судов В общей сложности самолеты выполнили более 360 тысяч коммерческих рейсов Продолжительность свыше 550 тысяч летных часов После правого виража хочется сказать о салоне самолета Как бы комфортно там было бы пассажирам Он выполнил в компоновке, рассчитанной на перевозку до 103 пассажиров Летный экипаж включает два человека, командира и второго пилота Минимальное количество бортпроводников два человека Главное рыночное преимущество – комфорт для пассажиров и высокая топливная эффективность Размер фюзеляжа позволяет создать комфортный салон при расположении пяти кресел в ряд Шириной прохода 51 сантиметр и удобными широкими креслами Они сравнимы с теми, которые устанавливаются на средние и дальние магистральные самолеты Высота пассажирского салона 2 метра 12 сантиметров Это обеспечивает оптимальный объем пространства на каждого пассажира Была перекладка влево, выпуск шасси и механизации И визуальный заход на посадку ВПП-30 с аэродромом имени Громова Супер-Жет-100 – это первый российский самолет, отправной точкой создания которого стали требования к продукту Сформированный ведущими авиаперевозчиками мира Обратите внимание на коробке пробег на посадке Самолет получился от музыката типа российских и европейских авиационных властей Будут эксплуатироваться в авиакомпании по всему миру Экипаж видит вас, приветствует Но и от вас, конечно, нужны аплодисменты Мы приглашаем специалистов авиационной вытруске посетить стенд компании «Гражданские самолеты Супо» В рамках экспозиции объединенной авиастроительной корпорации в павильоне С-1 А также посмотреть на самолет Супер-Жет-100 на статической экспозиции «Авиасалон» Давайте поаплодируем, это был...